итак здравствуйте мои дорогие подписчики квадролюбители просто зашедшие посмотреть что мы сегодня будем делать сегодня мы будем менять расширители родные на квадроцикл болт motors 700 jumbo на резиновые вот такие вот штуки вот крепятся они на грубо говоря до пластик и болтик вот наперед я взял шестерочку ширина назад и взял один с половиной что нам нужно для того чтобы чтобы вот это сначала откручивают это все вот это вот еще разуровить расширители ломаются значит вот здесь вот эти вот штуки мы будут под расширителями вот так вот пластик вас обрезаем чтобы осталось только вертикальная плоскость это крыша детьми то же самое заднюю пластик вот здесь обрабатываем потом сразу ни в коем случае не хватаем руками будут ожоги бешеный он горячий убираем неправильные все эти зазубринки вот вот здесь значит как это назвать бампер облицовка вот тут вы увидите когда будете сплять резинку ну тут надо сделать пропил болгарочка вы поймете либо в резинке либо в пластике я сделал в пластике после чего значит мы денем всю эту систему систематических систематизации на то место где оно должно быть видите как она становится как и родной чё сразу такие не поставить они потому что сразу если будешь ставить они будут вечные так и не червончик стоит будь добр вынь да положь расходнички значит лент вот таких я брал по два метра брал еще к ним там есть такая штука как армирующая проволока сюда вставляется вот видите есть отверстие поднять проволочка ну если она нужна что мы делаем дальше вот мы насадили как положено надо разметить вот здесь и обрезать ну как вам будет угодно прямо наискось вот так и болгарочка это все обрезаем ну так вот у меня получается ну вот в принципе обрадовать большей части себя готова для того чтобы прикрепить такие болтики шестерочка по моему они два с половиной и шайбочки и гаечка оцинковку сейчас будем засверливаться и закручивать болтики перед тем как оставляем обязательно смазываем соли дольчиком как говорится делаем кому-то делаем себе потом можно было все это открутить с одной стороны когда просверлили снаружи получается изнутри вы понимаете где же вышло сверло аккуратненько придерживая двумя пальцами чтобы сверло попадало между пальцами с той стороны резинку и просверливаем иначе ее просто отворачивать в сторону так солидола виски кола солидола с той стороны шапочка и гаечка и в принципе ничего сложного нету на длинные блузки тоже не советую брать потому что чем больше резьбы торчит с той стороны тем больше ржавчины будет хуже откручивать хочется сказать ну Ура, мы почти завершили. Ну вот что у нас получилось, смотрим, радуемся жизни, пользуемся. Вот так вот это выглядит сзади. Наверное, понять, для чего я обрезал, потому что изначально он будет торчать. Вот эту даже сторону надо чуть-чуть закруглить. Ну вот так. Спереди и сзади как-то так. Ну что, если опыт был полезен, оставляйте комментарии. Самое главное, подписывайтесь, подписывайтесь на канал, смотрите видео. После этого видео будет еще, скорее всего, либо до, либо после будет видео, как у меня лопнула головка. Если вы видите, вон там она свинка такая, да? Видите? Вот так. Нет, у них головка, цилиндр. Водяная рубашка у меня лопнула. У меня будет видео, то, что я это все делал. Вот. Так что смотрите, возможно будет что-то интересное. Все, всем пока. Рад, что были со мной. Надеюсь и вы рады, что я был с вами. До следующих встреч. Хорошего настроения, прекрасного лета. До свидания.